В продолжении темы. Наверное, многие видели процесс обсуждения и голосования по закону о введении военного положения. Изначально планировал дать оценку самым ярким вшам, но решил поступить иначе, ибо это оказалось не самым интересным. Те, кто не смог посмотреть это в прямом эфире, но хочет понять, что происходило в зале, могут посмотреть это в записи. На самом деле там вы увидите в действии тот механизм, который несколько раз рушил нашу государственность, а рушилась она всегда одинаково, от утраты единства. Это знают наши классики, это знает и наш противник, и поэтому используют самые современные технологии разделения нас по разным вопросам. Кто-то смеялся от плана «Шатун», о котором пару лет назад было сообщено впервые, но теперь, глядя на евробляхеров, на заезжего Аксакала, редутников, и главное, на сегодняшний сессионный зал ВР можно увидеть то, как он работает, и, заметим, не на самых мощных оборотах. Что же на самом деле произошло в эти несколько часов? Произошло то, что должно было произойти, и то, что так или иначе было обговорено и утверждено на Совете безопасности РФ сразу после окончательного решения Вселенского Патриархата о предоставлении Украине автокефалией. Порох после этого выступал и говорил о том, что это нездоровая ситуация, чтобы из-за церковных дел собирался государственный орган обороны. Причем рассматривался там один вопрос о Московской церкви в Украине, угрозах и путях их устранения. Тогда еще прозвучали намеки на то, что Москва готовится защищать уже своих верующих. Это была не шутка. На приграничные аэродромы перебазировалась российская авиация, и очень похоже на то, что перед 27 ноября, когда в Константинополе состоится сенот Вселенского Патриархата, где будет утвержден текст Томаса, должно было произойти событие, которое дало бы повод для какой-то войсковой операции со стороны РФ. Безусловно, должен был произойти аналог Майнильского или Гляевицкого инцидента, и что-то такое обязательно случилось бы. Но игру сломали два маленьких катера и буксир. Как сейчас доходят сведения о тех событиях, наши моряки не применяли бортовое оружие и, скорее всего, понимали цену первого выстрела. Но это не значит, что они сдались без боя. При штурме кораблей они вступили в рукопашный бой и, даже попав в плен, отказываются от любых переговоров с комитетчиками. В общем, игра прошла не по кремлевскому феншую, и теперь Украина перешла на военное положение, а Москва стала агрессором. И из этого инцидента Украина теперь выдавит все то, что мы не могли выдавить 4,5 года. Мы должны были пройти свою часть пути формализации российской агрессии, и мы ее прошли с принятием закона о введении военного положения. Но сам процесс принятия закона показал, насколько противнику удалось добиться разобщения даже в парламенте. Ругань, маты, драки и прочее. На фоне нависшей реальной угрозы большой войны. Это при том, что первые ракеты прилетят и в купол на Грушевского, если что. Как правильно заметила Ирина Герасченко, во время обсуждения этого закона депутаты сто раз назвали фамилию Порошенко и ни разу фамилию Путин. Никто не поинтересовался фамилиями попавших в плен моряков, зато все обсуждали выборы. Герасченко отметила, что только что закончилось заседание Совета безопасности ООН, и единственный человек, который тоже вспомнил украинские выборы и фамилию Порошенко, был представитель РФ. Тем не менее, что-то все же изменилось. На удивление мощно выступил премьер-министр и, как всегда, убедительно президент. И в конце концов решение было принято. Но какой ценой? Все показали свое лицо. Все. Вопрос стоял о безопасности и вообще о существовании Украины перед самой реальной угрозой за последние три года. Но, как оказалось, это некоторых не волновало вообще. Вот это и есть те самые вши, о которых предупреждал Симон Петлюра. Смотрим им в лицо и больше никогда не отдаем им своего голоса. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok